Добрый вечер, друзья! Мы продолжаем цикл наших передач под названием «57». Сегодня вторая передача из этого цикла. Наш гость Лиля Попович. И говорить мы с вами сегодня будем о неизвестном загадочном вине, о котором никто пока ничего не знает, потому что мы не знаем, какой образец мы будем пробовать. Здравствуйте! Чтобы сохранить интригу, мы с вами сделаем следующим образом. Вот у меня есть 8 листочков с номерами от 1 до 8. Есть 8 полочек с винами. Вы сначала выбираете ту полочку, с которой мы возьмем бутылочку вина. Какая? Два. Вторая. Вот как раз за вашей спиной. А теперь давайте... Здравствуйте! Нет, нет, нет. Да, вот это вот вторая полочка. А теперь я добавляю еще 3 номера. У нас уже 11 карточек по количеству бутылок. И вы выберете номер бутылки. Номер бутылки, да. 3. Третья бутылочка. Итак, третья бутылочка у нас. Раз, два, три. Извините, что повернулся к вам спиной, уважаемые телезрители, но так уж получилось. Итак, образец, который при помощи такого странного тотализатора попал нам в руки. Это купажное вино Шерденер Кацтели, производитель Фаутер, молдавский производитель. И год производства, год урожая, 2011 год. Вот сухонькое белое вино. Мы сейчас будем его пробовать. Обсудим его положительные, отрицательные качества. И после этого перейдем к обсуждению той темы, ради которой мы и собрались. Эта бутылочка имеет специальный язычок, который позволяет убрать часть термокапсулы, не прибегая к специальному ножу. И дальше традиционно открываем при помощи рычажного штопора. Ну, нам немножко не повезло, наверное. Почему? Его нужно пить холодным. Не переживайте, мы все с вами почувствуем. Оно достаточно прохладное. Да, хотелось бы на несколько градусов ниже, но приемлемо. Начали с белого. Итак, мы открыли вино. Очень качественная корковая пробка. И первое, что мы с вами делаем, мы пытаемся оценить, нет ли в этом вине каких-то явных недостатков, которые можно почувствовать сразу же, послушав пробку. Я ничего плохого не нашел, только хорошего. Можете послушать. Да, ничего плохого. Да, прекрасно. Итак, купажное вино Шардонер Кацтеля. Шардоне французский сорт. Вот. Прекрасно. Лиля, прошу вас. Шардоне, друзья, это французский сорт. Очень специфический, очень привередливый сорт, который в чистом виде может дать очень интересные, тонкие, особые вина. Шардоне в зоне Раскаец, центральная зона виноделия Республики Молдова, дает прекраснейшие, прекраснейшие вина с очень сложными полифлерными элементами в букете. Раскаецтель грузинский сорт, тоже белый сорт, как и Шардоне, но очень тяжелый. Он дает насыщенные, тяжелые, очень экстрактивные вина. И что у нас получилось, не у нас, извините, у виноделов, которые изготовили это вино, мы сейчас с вами попробуем. Итак, первое, что мы с вами делаем, так как наши дегустации носят и учебный характер в том числе, мы оцениваем цвет, прозрачность, мы покручиваем вино в бокале и пытаемся воспринять ароматическую композицию этого вина. Что вы там находите? Я знаю, что качество вина определяется по тому, как он по бокалу, да? Ну, это скорее городская легенда, скорее легенда, что вино лучше, если появляются так называемые дамские ножки, да, так говорят? Ну, так говорим, на презентации. Это отчасти верно. И верно в том смысле, что если вино содержит высокий приведенный экстракт, то это вино легче пьется, оно круглее в том, как оно катится по горлу. Давайте так традиционно оценим характеристику аромат-букет. Аромат очень... Что вы там находите? Травы. Какие-то травы. Он нейтральный, он достаточно нейтральный, но чистый, без посторонних каких-то ароматических элементов. И оцениваем вкус и послевкусие. То, что, не забывайте, что мы априори знаем, что это вино изготовлено из очень тонкого, нежного французского сорта и тяжелого, мужественного грузинского сорта. Да я чувствую только тяжелый. Достаточно такой крепкий. Да, прекрасно, прекрасно. Достаточно крепкий. Нет, это не крепость. Это знаете, что вы чувствуете? Есть вот то, что мы называем тонинный элемент, вяжущий. Вяжущий. Что вот если бы вы попробовали его закрытыми глазами, вы могли бы сказать, может быть, что даже это вино красное. Правда? Нет, но похоже на красное. Похоже на мерло. Так вот, в этом нашем образце есть легкая терпкость, которая присутствует в этом вине благодаря грузинскому ркацтеле, который очень хорошо прижился на нашей молдавской земле, который дает очень хорошую урожайность, который достаточно устойчив к болезням, к вредителям. Ну и, будучи нейтральным, хорошим сортом для производства полусладких, производства специальных вид, хорошо прижился, хорошо пошел, мы его приняли. И мы на нашей молдавской земле живем и с этим грузинским сортом. Но мы за рулем сегодня. Нет, Лиля. Нам больше нельзя. Нет, Лиля. За рулем мы пить не будем, поэтому мы бросили машины, и мы с вами будем дегустировать вот это достаточно сложное, интересное вино, купажное вино, и общаться на тем,